Делаем также коммитменты, которые мы отдаем нашим заказчикам. Это всегда один из ключевых моментов, связанных с нашей успешностью и тем, можем ли мы действительно гарантировать результаты, которые клиенты от нас ожидают. Сегодня я вам продемонстрирую презентацию, которая является частью воркшопа. И этот воркшоп мы проводили несколько раз в прошлом году. Обучали project-менеджеров, product-менеджеров, архитекторов, как правильно готовить пропозалы для фикс-прайсовых сделок. И вновь-таки, одна из частей этой презентации посвящена оценкам. Сама презентация построена таким образом, что она является интерактивной, поэтому по ходу действия я буду вам задавать вопросы и ожидаю, что вы будете активно на них отвечать. Начинаем. Алло. Видно экран? Итак, несколько базовых понятий, что же собой представляют estimator в контексте разработки программного обеспечения. Estimate – это некий prediction, наше предсказание, как долго продлится проект или как много денег он потребует для имплементации. Соответственно, commitment – это некое обещание сделать те или иные вещи в определенный срок с определенным качеством за определенный вновь-таки бюджет. Target или наша цель – это некое бизнес-понятие, которое ставится для выполнения работы в контексте сколпа, в контексте времени, в контексте определенных вещей. И планирование – это целый ряд процессов, которые позволяют достигать наши цели, а также выполнять работы по разработке, по тестированию, по конечной интеграции, по деплойменту. Важно понимать, что оценки – это не есть commitment, commitment – это не есть цели, которые желает от нас получить заказчик, и ни в коем случае это все не равно процессам планирования. Эти понятия важно не путать, и если бизнес хочет получить некие цели, мы даем commitment на основании наших оценок, планирование позволяет все это вместе заврапать в некую единую оболочку. С этими базовыми понятиями есть ли какие-то вопросы? Двигаемся дальше. Два понятия, которые обязательно присутствуют, когда мы говорим про оценки – precision и accuracy. Оба этих понятия позволяют сказать, насколько точно и насколько правильно мы даем свои оценки. Представим, что мы пытаемся что-то померить в единицах длины. Так вот, precision будет отличаться в зависимости от того, меряем ли мы что-то в сантиметрах, либо в метрах, либо в километрах. Чем меньше единицы измерения, тем наш precision является более высоким. Чем выше precision, тем лучше для конечного результата. Accuracy позволяет нам сказать, насколько мы были правы и точны в наших измерениях. Если мы сделали оценки с высоким precision, например, померили, не знаю, длину улицы Городецкой в сантиметрах, и precision у нас высокий, accuracy позволяет сказать, насколько же мы действительно попали в истинную длину данной улицы. И accuracy может проверяться уже только после выполнения работ, соответственно, постфактум. Precision не есть в accuracy, важно эти понятия вновь-таки не путать. И далее все, что мы будем обсуждать, будет, в принципе, затрагивать и первое, и второе из них. Небольшая задачка. На картинке вы видите самый большой гражданский самолет, когда-либо построенный, Airbus A380. Наша задача по данной картинке оценить, какой же размах крыльев у данного самолета. Я предлагаю вам подумать и сейчас обсудить, какие варианты по оценке существуют. Кто готов поделиться мыслями? Длина самолета, ну, не знаю, есть картинка только. Задача оценить по картинке. 400. Знаешь, что самый-самый большой это самолет в мире, гражданский. 400, 500 метров, я не знаю. 500 метров, полкилометра самолет. Хорошо, вот уже не вариант 400-500 метров. А на линии какие еще есть варианты? 80 метров. Господа и дамы, аудитория, неужели у никого нет никаких мыслей, сколько данный самолет в размах крыльев у него может быть? Ну, это же будут только мысли, не предположить, ну, вернее, чтобы предположить, можно взять за ориентир любой из объектов на картинке меньшего размера, предположить его размеры и попробовать спроецировать их на крылья. Ну, это немножко нужно времени. Окей, то есть первый вариант, мы можем действительно посмотреть, что на картинке есть машинки-автобусики, которые мы плюс-минус знаем, сколько они по длине, или вновь-таки можем предположить, какая у них длина. И посмотреть, сколько в длине, например, самолета этих машинок, и прикинуть, что в среднем ширина крыла, она плюс-минус равна длине фюзеляжа. Второй опцией есть, например, количество посадочных мест, то есть можно посчитать, сколько же там окошечек, прикинуть, сколько у нас еще места уходит на комбину, хвостовую часть. И вновь-таки, кто летал в самолетах, знает, что между креслами есть расстояние где-то плюс-минус метр. Таким образом, можем вновь-таки посчитать длину фюзеляжа, прикинуть, сколько же у нас отношения фюзеляжа к ширине крыльев. Третьей опцией может быть, ну, зная, что это самый большой самолет, если вы летали на других, можно прикинуть, насколько он отличается потенциально от тех самолетов, на которых вы летали. Правильным ответом является длина 89 метров. Женя была далека, но молодец за попытку. Сейчас мы рассмотрим все варианты, как подобные оценки могут быть сделаны, и какие техники могут быть использованы для того, чтобы оценки действительно были максимально близки к настоящим цифрам. То есть, каким образом, используя какие техники, мы можем повысить наш precision и accuracy. Если разобрать все варианты оценок, как правило, вновь-таки классификации есть большое-большое количество, а как правило, я вам дам сейчас две классификации, которые наиболее распространены. Оценки построены на эксперт-джаджменте. Что собой представляют? Мы берем определенных экспертов, которые знают, что же они делают, то есть их квалификация, их знание, они заслуживают определенного доверия. И эти эксперты, вновь-таки выносят собственное рассуждение, говорят о том, что у нас получится в результате. Поскольку Женя не эксперт в самолетостроении, ее оценка получилась весьма далека. Если бы мы взяли, например, кого-то из завода Антонова, я думаю, что там точность оценки была бы намного более высокая. Формальные эстимационные модели, они используют за свою основу математику и цифры. Там, где мы используем определенные формулы для подсчета эстимаций. Пример из области software engineering – это оценка по функциональным точкам. Кто-то знаком с ней? Мы подробнее разберем функциональные точки далее. В принципе, как модель построена. Мы берем и формализуем те вещи, которые мы можем хорошо посчитать. Например, количество форм, количество контролов на формах, количество формальных реквайрментов, количество экшенов, которые привязаны к каждой кнопочке, количество переходов, количество классов, слоев в нашей архитектуре, количество таблиц в базе данных. И далее, используя формулы, используя наши знания, историческую базу о том, сколько у нас в среднем занимает, например, имплементация одной формы, одного контрола, одного класса в одной базе данных, мы вычисляем конечную цифру, сколько же разработка того или иного приложения у нас займет. То есть здесь все основано на формулах и на исторических данных. И комбинационные эстимации. Это подход, который используют и первое, и второе. Ярким примером здесь может служить следующий подход. Когда разработку того или иного приложения мы оцениваем с использованием эксперт-джаджмента и декомпозиции, к примеру. А вот сколько же занимает процесс тестирования, мы вычисляем, исходя из формул и некой исторической данных. С этими тремя подходами все более-менее понятно? Окей, тишина, двигаемся дальше. Более расширенный вариант по моделям, тот, который вы, в принципе, можете посмотреть на Википедии. Это сайт, табличка полностью взятая оттуда. Различные подходы и яркие примеры моделей, которые используются. Что из этого всего однозначно заслуживает внимания? WBS-декомпозиция или bottom-up estimator, когда мы разбиваем весь наш скуп приложения на более мелкие части. Делается это с целью того, чтобы увеличить точность наших оценок. Если оценить, скажем, высоту или вес слона, как самого, довольно сложно. Поделив его на кусочки и оценить, я не знаю, сначала в метрах, потом в спичечных коробочках, оценка получается более точной. То есть посмотреть, сколько косло она занимает высота ноги, сколько высота тела и так далее. То есть мы занимаемся декомпозицией, разбивкой на более мелкие части, с которыми, точнее, ошибиться уже более сложно. Однозначно стоит обратить внимание на групповые оценки. Вновь-таки мы сегодня детально рассмотрим пленинг-покер и то, что было до него. Делфи техники. Ну и различные модели, построенные на формальной оценке. Вновь-таки вернусь к оценкам по функциональным точкам и модели Кокома, Кокома 2. Также, пункт номер один, который вы видите, это Energy Based Estimation. Пример, который предлагался при оценке ширины крыльев самолета, мы можем сравнивать яблоки с яблоками и говорить, сколько там в большом яблоке и маленьких яблок. То есть сравнивая одни приложения с другими, мы можем плюс-минус заявить, какая их сложность и сколько времени потребуется на имплементации той или иной другой системы. Сами подходы. Самый простой подход, но в такие, эксперт-джаджмент, это оценка в одну точку, когда мы спрашиваем у нашего эксперта, сколько же займет времени разработка той или иной функциональности. Как правило, в комбинации с одной точкой используется WBS-декомпозиция, то есть мы скуп дробим на части и каждую из этих частей оцениваем отдельно. Плюсы. Плюсы данного подхода, он действительно очень быстрый, простой, не требует обучения, это все интуитивно понятно. Минусы. Вновь-таки, мы здесь полностью зависим от знаний эксперта и того, какой у него уровень. Во-вторых, данный подход не позволяет нам оценить погрешность или же область неопределенности. Когда человек говорит, ну, наверное, это будет два дня, это его там лучшее предположение. Риски, которые в этой оценке заложены или не заложены, мы не видим и никаким образом мы не можем их проэвалировать. Для того, чтобы бороться с неточностями и рисками, используются оценки в три точки. Когда эксперту сдается не один вопрос, а три на каждой из item-f-декомпозиции. Как правило, это формулируется оптимистик, оценка, пессимистик и, скорее всего, из этих трех цифр далее при помощи формул выводится конечная цифра. Как правило, используется формула 1 оптимистик плюс 1 пессимистик плюс 4 most likely. И эта вся сумма делится на 6. Также для оценок в три точки возможно использовать… Это не средне взвешенная формула, немножко отличается. Также для оценок в три точки возможно уже считать область неопределенности, то есть наши девиации между оптимистической и пессимистической оценкой. И вновь-таки с этими девиациями, согласно теории вероятности, можно работать и их точно так же можно учитывать. Они имеют определенное воздействие на конечный результат. Плюсы. Вновь-таки возможность работать уже с неопределенностью. Вновь-таки оценки в три точки делаются не сильно дольше, чем оценка в одну точку. Минусы – это требует определенного обучения, понимания того, что пессимистика – это в самом худшем случае все, что может случиться. Оптимистик – это в том случае, если все звезды сошлись. Поэтому требует некой подготовки дополнительной эксперта. Ну и вновь-таки по сравнению с одной точкой это более длительный процесс. Я прошу прощения, должен переключить скайп, он все время меня отвлекает. Переходим дальше. Параметрические оценки. Параметрические оценки, они уже используют формулы для того, чтобы получить из яблок груши. Вновь-таки я уже приводил пример, когда мы можем оценить длительность и стоимость разработки и посчитать, сколько же нам еще и чего необходимо для того, чтобы полностью сделать и оценить проект. Например, если мы знаем, что у нас в системе 10 скринов, мы можем прикинуть, сколько у нас занимает один скрин на дизайн и умножить эту циферку на 10. Либо же мы знаем, что в принципе для веб-систем, которые работают под одним браузером, то есть нет необходимости проверять лай-аут под несколькими браузерами, при условии неиспользования кастомных контролов. У нас общая длительность тестирования, где-то эфорты на тестирование, где-то равны 1 трети от эфортов на разработку, включая написание тест-кейсов и их экзекьюшн. Используя вот такие параметры, которые построены на историческом опыте, мы можем прогнозировать и давать оценки по проектам. Плюсы. Это очень быстро, поскольку формулу посчитать намного быстрее, чем сделать декомпозицию и оценить каждый из айтемов. Также, помимо того, что это быстро, подобный механизм позволяет при наличии достаточно большой исторической базы делать эти оценки довольно качественные. Минусы. Во-первых, этот метод не всегда применим, поскольку он применим только в том случае, если есть корреляция между первой и второй величиной. Второй момент, если мы не уверены либо же в расчете наших коэффициентов, либо же в оригинальном эстимейте, мы делаем себе медвежью услугу, поскольку умножить одну неопределенность на вторую неопределенность, мы получаем неопределенность в квадрате. Поэтому с параметрическими оценками важно понимать ситуацию, в которой вы их используете, и действительно валидность данных в вашей исторической базе. Двигаемся дальше. Если есть вопросы, я попрошу их задавать сразу, чтобы мы могли все вещи, которые непонятны, сразу же выяснить. Оценки по аналогии. Вновь-таки оценки по аналогии позволяют нам сравнивать одно с другим. И если мы делали какие-то предыдущие проекты, мы можем сказать, что текущий проект, он, например, две трети сложности от предыдущего. Быть тем или иным формальным параметром. Для того, чтобы использовать оценки по аналогии, очень важно иметь историческую базу. И эта историческая база при прохождении оценок по аналогии, во-первых, процесс построен таким образом, что вы должны найти некие подобные или схожие проекты. После этого для проведения оценок по аналогии вы должны выделить те части, по которым вы будете проводить корреляцию и сравнить то, что вы имеете с теми вещами, которые у вас есть в исторической базе. Самое важное, после выполнения проекта все эти вещи должны вновь-таки попадать в историческую базу с учетом поправок на реализм. То есть не только сколько мы оценили, но сколько это де-факто заняло времени, эфортов, рисков и чего-либо угодно. Таким образом, при правильном построении данного процесса и накоплении исторических данных, с каждым циклом точность ваших оценок будет возрастать. Ограничение этого подхода является следующим, что оценки по аналогии дают довольно невысокую точность. То есть мы можем их использовать для хай-левельных оценок. Коммитменты, как правило, на данных оценках никогда не строятся, поскольку оценки сами неточны, и коммитменты либо будут учитывать все эти риски, соответственно, наш бюджет и время будут заранее раздуты, либо же мы можем загнать себя в такую ситуацию, когда эти коммитменты будут невыполнимы. Также важно очень понимать, что оценки по аналогии, когда мы говорим про область софтвера инжиниринга, они очень сильно зависят на то, какая команда выполняла те или иные проекты. Поэтому мы, сравнивая один проект с другим, должны точно так же понимать, насколько будет отличаться перформанс текущей команды от перформанса и знаний той команды, которая делала предыдущий проект. Из плюсов это действительно быстро, это действительно дешево, ну и не требует большой детализации требований или тех параметров, которые у вас идут на входы. Как правило, для того, чтобы оценить, например, большой проект с бюджетом около миллиона, по оценке, ну используя данный подход, у архитектора с опытом это занимает не более 1-2 дней. Но коммитменты выносятся уже по WBS. Что еще есть? Подходы, которые являются групповыми и которые используются в частности в такой методологии, как Scrum. Плэннинг-покер. Кто из вас с плэннинг-покером знаком? Тишина, это означает, что все знакомы или никто не сплют? А, пишут. Говорите, потому что я не вижу чат, и мне сложно понимать, есть ли какая-то реакция или нет. Есть. Есть. Часть людей знакомы. Значит, техники плэннинг-покера, они берут свои корни вот так называемых Delphi-техник. Delphi-техника используется в оценках, когда мы опрашиваем нескольких экспертов, и они дают свои оценки анонимно. Цель такого подхода является непредвзятость к оценке решений. В плэннинг-покере используется подобный же подход, когда мы оцениваем задачи, но задачи в плэннинг-покере оцениваются не с точки зрения трудозатрат, сколько же времени займет имплементация той или иной задачи. А мы используем story points как единицу эквивалентности сложности. То есть мы сравниваем одну задачу по сложности с другой. При этом, безусловно, есть корреляция на временные затраты, но в данном случае они меньше интересуют команду при оценке. Плэннинг-покер использует карты, построенные по ряду Fibonacci, то есть мы не можем давать промежуточные оценки, кроме тех цифр, которые используются на картах. И команда, которая использует данную технику, при оценках, она свои оценки дает полуанонимно. То есть оценка выносится без демонстрации той цифры, которая есть на карте. Когда карта вскрывается, то есть рубашка вверх переворачивается на цифру, следующим этапом является дискуссия. И те люди, которые дали наибольшую оценку и наименьшую оценку, должны дополнительно аргументировать, почему, согласно их суждениям, сдача занимает столько сложностей, а не по-другому. Таким образом, сами по себе Delphi техники в данном подходе дополняются еще моментом, когда вся команда получает по ходу оценок, по ходу процесса истимирования дополнительную кларификацию и видение того, что же собой представляет задача. То есть мы мало того, что делаем оценку, мы еще и в головах у всех формируем единое видение, как задача будет имплементирована и какова же ее реальная стоимость. По классическому скраму данный подход повторяется до тех пор, пока вся команда не проголосует в единой оценке. Не используется усреднение, не используется в большую сторону или в меньшую сторону округления. Вся команда должна дать одинаковую оценку. Все должны согласиться, что задача, например, 3 story point, а не 5 или 8. Плюсы. Подход, вновь-таки повторюсь, он очень правильный с точки зрения того, что мы формируем у всех одинаковое видение и сложность задачи. Каждому члену в команде становится понятно, что собой задача представляет, как она будет имплементироваться. При этом, вновь-таки, если у нас есть устоявшаяся команда, если мы собираем метрики по ее перформансу, а в данном случае velocity, мы можем делать определенную корреляцию, сколько же наш story point стоит с точки зрения часов, сколько он стоит с точки зрения денег, и эти расчеты далее использовать либо для внутренних метрик, либо для коммуникации с клиентом. Минусы такого подхода. Во-первых, это длительно. Во-вторых, это длительно в N раз, поскольку в оценках участвует вся команда. Если при классической оценке используется 1, 2, 3 эксперта, например, эксперт с точки зрения software development – это техлит или архитектор, эксперт с точки зрения QC, эксперт с точки зрения UI дизайна, то есть каждый человек занимается определенной частью работы, то тут вся команда участвует в процессе оценок. Если такой митинг, как правило, на двух-трехнедельный спринт, такой митинг занимает 4 часа, до команды у нас 10 человек, 4 часа умножить на 10 людей, выходит у нас 5 дней чистого девелопмента. То есть это действительно тайм-консьюминг вещь. Из плюсов дополнительных оценки при правильном подходе являются исключительно точными, и ошибиться в них получается довольно сложно. Ну и вновь-таки, там, где у нас есть ограничения по большому скопу, либо же есть понимание, для скрама это естественно, что у нас требования могут меняться, данный подход, он менее пригоден на оценку всего проекта целиком. То есть мы берем в скоп оценки только небольшой кусок фичей, которые у нас зафиксированы и по которым изменения не предполагаются. Далее. Тоже родом из Аджайла оценки в формате футболок. Для чего они нужны и как они появились. То есть, когда приходит клиент и говорит, ребята, ну вы замечательная команда, вы всегда попадаете в свои эстимейты, ваше велосипеде шикарное, она растет, и это все здорово, но мне бы знать, когда же я все-таки выпущу релиз. То есть понимание оценок на операционном уровне от спринта к спринту не дает видения, когда же конечный продукт или релиз данного продукта попадет на рынок. Для подобных оценок используются для ответа на подобный вопрос используются оценки в футболках. То есть мы приравниваем либо определенное количество story points к буковке S, XS, M, L, XL и XXL, либо же мы говорим, что одна буква означает определенное время работы команды. Например, буковка M это один спринт работы команды. Буковка XL это три спринта работы команды. XS означает, что мы задач на таких на XS можем сделать шесть за один спринт. И приравнивая вот так вот хайлевельно время работы команды к этим буквам, мы можем в футболках оценить, сколько же нам потребуется времени на разработку тех или иных фичей. Когда же у нас через сколько спринтов приблизительно будет некий релиз или некие фичи готовы. Плюсы. Это быстро. Это применимо, когда у нас команда уже устоявшаяся и когда мы знаем ее перформанс. Это прекрасно вписывается в подход product management и в agile методологии. Поэтому, если вы используете agile, то подход с оценками на футболках вам более чем полезен. Минусы. Невысокая гранулярность. Мы оценки даем хайлевельно. Вновь такие. Такие оценки вряд ли могут быть использованы для дачи коммитментов. Скорее, это некий буллпарк для того, чтобы мы приблизительно прикинули, сколько же бюджета клиенту необходимо и сколько времени для выпуска той или иной версии продукта. Для того, чтобы перевести оценки в футболках в некие цифры, привязанные к реальным дням, календарю либо же бюджету, сделать это довольно сложно, если вы планируете расширение команды либо ее перформанс будет меняться. То есть оценка в тишортах для одной команды абсолютно не эквивалентна оценке в тишортах для другой. Мы здесь имеем прямую зависимость на перформанс тимы и оценить в проекте в тишортах и передать ее другой команде это будет самая большая ошибка, которую вы можете сделать в таком подходе. Вопросы? Это комбинация эксперт-джаджмента и математических моделей, которые напрямую вытекают из теории вероятности. Что же собой представляет перт-оценки? Перт-оценки используют, как и в оценках трех точек, в трех точках возможность посмотреть оптимистический, пессимистический и реалистический расклад most likely. При этом всем в зависимости от того, насколько у нас велика неуверенность, то есть, насколько сильно отличается максимально оптимистичная девиация и максимально пессимистичная, мы можем с помощью перта данный риск закладывать сами оценки. Для этого используются среднеквадратичные отклонения, то есть, для каждого айтема, для каждой активности, которую мы оценили, мы вычисляем не только оптимистик, пессимистик, most likely, но еще среднеквадратичные отклонения, пессимистик минус оптимистик. И вот эту цифру мы в качестве девиации добавляем к конечной оценке для нашего проекта. Данный подход действительно дает очень высокую точность в сравнении с другими методами. Он позволяет, помимо всего прочего, использовать дополнительную информацию для решения, стоит ли запускать проект, либо не стоит, с текущим пониманием его скопа и гранулярности. Из минусов он более длительный, он требует неопределенной автоматизации и точно так же он требует определенного обучения тех экспертов, которые по перту будут проводить оценки. В свое время System Architecture Group, когда они еще так назывались, они создали Excel, которая является стандартом в компании SoftServe для оценок при помощи декомпозиции, то есть по Work Breakdown Structure WBS и который как раз использует PERT-формулы для вычисления конечных цифр. Если вы посмотрите на скриншот данной Excel, вы увидите, что у нас есть разбивка по задачам, некие комментарии, оценки выполненные в трех точках optimistic, pessimistic, most likely, плюс вычисление среднеквадратичного отклонения и финальная цифра, которая находится внизу 214, она учитывает как сумму, полученную из трех точек, так и девиацию, которая выходит у нас из среднеквадратичного отклонения, что позволяет не только сделать оценку по самим задачам, но и сделать оценку по рискам, связанным с нашим неопределенностям или нашей недопониманием той или иной конкретной активности. Эта Excel, она доступна во-первых, у Architecture группы, во-вторых, у нас есть группа, которая занимается валидацией оценок, ее возглавляет Андрей Каррой, в контакте я вам в конце презентации все покажу, чтобы вы могли в случае чего обратиться туда и это стандартный инструмент, который используется для оценки в частности тех проектов, которые требуют коммитмента с нашей стороны, то есть со стороны вендора. В частности, это есть Fixed Price или любые другие Outcome Based модели. Небольшой слайд, который позволяет сравнить основные модельки и сказать, какие в каком случае применяются. Если вкратце, то оценки по аналогии либо же T-Short мы используем в том случае, когда нам нужно хай-левельно оценить сложность, длительность и сроки выполнения стоимости выполнения проекта. На этих оценках по аналогии мы не выносим никаких коммитментов. Также этот подход может использоваться для того, чтобы мы сами себя провалидировали. Если проекты с большим бюджетом, с большой длительностью, где стоимость риска и просчет действительно велика, как правило, используется следующий подход. Есть отдельная группа, которая проводит детальные оценки при помощи декомпозиции WBS, вторая группа делает оценки по аналогии, что делается довольно быстро, легко и просто. В конце эти две цифры сравниваются, и в случае, если у нас есть хотя бы значительное расхождение между этими двумя цифрами, это означает, что где-то мы ошиблись, и нам необходимо проект переоценить. То есть уровень требований и их гранулярности понимания проекта сейчас недостаточны для того, чтобы проект начинать. Статистические модели могут быть действительно очень аккуратны. Любые параметрические оценки вновь-таки широко используются, даже вот в этой Excel, которой я вновь вернусь. Здесь есть возможность при помощи параметрических методов учесть, сколько затрат у нас будет на баг-фиксинг, сколько затрат у нас будет на юнит-тестирование, сколько затрат при помощи параметрика мы можем заложить на quality control. Параметрические модели действительно могут быть точны и хороши в том случае, если мы четко понимаем, откуда у нас взялись коэффициенты и в каком случае они применимы. Что влияет, какие факторы влияют на тот или иной коэффициент. Но в таки обращусь к примеру с тестированием проекта. В зависимости от того, какая у нас платформа, это WebUI либо это Desktop. Будет зависеть с сложностью тестирования. Если у нас веб вновь таки под какими браузерами, под какими версиями, мы должны проверить, что наш сайт работает, должен ли он точно так же поддерживать мобильные платформы. То есть есть масса факторов, которые влияют на параметр, который мы можем использовать для вычисления длительности и эфортов, необходимых на quality control. Соответственно, если мы не понимаем, откуда и как эти коэффициенты формируются, точность будет падать. Если у нас есть хорошая историческая база, то этот подход действительно легко и правильно использовать, дает хороший результат. WBS оценки, сделанные по декомпозиции в комбинации с PERT, как правило, используются в комбинации с PERT, они действительно являются наиболее точными, они требуют времени и определенного обучения тех экспертов, которые их проводят, но в сравнении со всеми остальными методами, как accuracy, так и precision, конечных цифр, которые мы получаем, он является наиболее высоким. Здесь же есть ссылка на книгу Стива Макконнелла Software Estimation Demystifying the Blackheart, она находится у нас в библиотеке, доступна для прочтения. Если вам интересна в принципе тема оценок в области Software Engineering, то рекомендация, крайне хорошая рекомендация прочитать данную книгу. Там собрана вся информация, наверное, которую можно было только собрать и собрана она в одном издании. Книжка увлекательная, книжка интересная, книжка полезная. Бест-практики, которые используются в софт-серве для проведения оценок. Значит, для оценок хай-левельных либо для валидации оценок, полученных другим способом, мы используем оценки по аналогии, которые у нас накоплены и содержатся в исторической базе. Для проектов фикс-прайсовых либо проектов, которые требуют коммитмента с нашей стороны используется следующий подход. Одновременно используется несколько техник для того, чтобы получить оценок, которые гарантируют качество конечного результата. в первую очередь это декомпозиция с построением WBS. Второе это оценки в три точки оптимистик, пессимистик, most likely. Степ 3, который делает автоматически Excel, который я вам демонстрировал от архитекции группы, это формулы PERTA, которые вычисляют неопределенности, добавляют риски в конечную оценку, связанную с неопределенностью. Степ 4, параметрик, на то, что мы действительно хорошо понимаем и можем добавить, как багфиксинг, юнит-тестирование, QC-тестирование мануальное, либо авто-тестирование, в зависимости от того, что мы учитываем в требовании, какая сложность системы. И статистически накопленная информация, вновь-таки из исторической нашей базы, о том, какие же еще резервы мы должны заложить. Примером таких резервов может быть следующее. Если мы знаем, что на проекте будут использоваться определенные практики из Крама, как то планирование, ретроспектива, дейли-стендапа, мы знаем, что у команды подобные активности занимают 12% от общего времени. Поэтому команда, разработчики, тестировщики и так далее работают не 8 часов, как у нас есть рабочий день, они работают 8 минус эти 12%. Есть определенные оверхеды, связанные с менеджментом, есть определенные оверхеды, связанные с, например, стабилизацией и работой над technical дептом и так далее. Все эти вещи можно в оценке, и не только можно, их необходимо в оценке закладывать, поскольку разработчик, когда он делает свои оценки, он учитывает далеко не все. Ссылки вновь такие слайды, я думаю, Женя вам отправит после этой презентации. Ссылки есть на нашу архитекцию группу и процесс по PERT, как он у них детально описан. Ссылка есть на базу Lessons Learned, где у нас хранится информация по большому количеству фикс-прайсовых проектов, их изначальных оценках и сравнению с реальным выполнением. Плюс есть ссылка на ту самую волшебную Excel, которая позволяет правильно проекты оценивать. Они все доступны и предлагаются вам к использованию. демо мы показывать, наверное, не будем. Кому будет интересно, по вот этим вот ссылкам с демо можно вновь-таки посмотреть примеры и увидеть, как же это все происходит на практике с нескольких реальных живых проектов. техниками мы закончили. У меня остается несколько слайдов касательно подхода по сужению области неопределенности. Если есть вопросы по текущему блоку, который мы прослушали, я с радостью на них отвечу сейчас. Не слышу ничего. Окей. Тишина. Двигаемся дальше. сейчас вы видите так называемый конус неопределенности. Вновь-таки в книге Стива Макконнелла Software Estimates это является основным моментом, который Макконнелл описывает, и это та математическая модель, которая действительно себя подтвердила и зарекомендовала. О чем же она говорит? По мере того, как ближе мы привлечаем и приближаемся к конечной фазе завершения проекта, тем лучше мы понимаем сложность системы и тем более точны будут наши оценки. То есть, если нет требований, есть только видение или изначальный концепт, наши оценки могут отличаться от истинных плюс-минус в четыре раза. По мере того, как появляются детали нашего продукта, как у нас появляются конкретные требования, по мере того, как мы описываем юзер-интерфейс и в мере того, как готовится наш конечный дизайн, вот этот конус сужается, и мы оцениваем проекты более точным. Для чего нам необходимо понимание этой информации? чем менее проект специфицирован, чем более сырые требования, тем более неточными наши требования и оценки могут быть. Поэтому задача любой проектной команды, которая начинает проект, инициирует его и планирует, вот этот конус максимально сузить. И сузить его до того момента, как мы даем некие коммитменты нашим клиентам. В компании SoftServe для того, чтобы работать с этим конусом неопределенности используется подход, который мы назвали SmartStart либо же Discovery. И помимо всего прочего, помимо тех вещей, которые на Discovery мы делаем, а это Expectation Management, это построение коммуникаций с клиентом, это построение взаимоотношений каких-то процессов, как мы далее будем с заказчиком взаимодействовать. Точно так же во время Discovery фазы или SmartStart мы стараемся максимально этот конус неопределенности сузить и описать те вещи, которые далее могут быть использованы как Assumption при построении конкретного пропозала и при вынесении конкретных оценок по тому или иному проекту. SmartStart бывает двух типов. как правило, если он бесплатный, то это некий воркшоп длительностью в полдня или в день, где мы просто показываем, какие мы молодцы и что мы умеем, либо Discovery фазы, которая уже оплачивается полностью или частично клиентам. Длительность такой Discovery фазы может быть от двух недель до четырех. Обязательно во время SmartStart мы работаем со всеми стейкхолдерами, которые будут далее со стороны клиентов участвовать в проекте или те, которые имеют интерес со стороны клиента в неких output данного проекта. и результатами нашей работы как правило являются некие рекомендации по процессу, некие описания неких целей и Performance Metric, которые мы далее будем на проекте использовать, уточненные требования и уже детальные оценки и техника коммерческого предложения по выполнению тех или иных конкретных работ. Общий слайд, который показывает сам процесс engagement клиента, discovery и что же у нас переходит на фазу имплементации. И контакты. Контакты нашего engagement к кому можно обратиться. Те люди, которые являются экспертами в выстраивании правильных отношений с заказчиком и те, которые проводят собственно весь этот процесс, участвуют в координации действий в solution группу delivery и тех людей, которые подготавливают proposal для конкретного клиента. Если у вас возникают какие-либо вопросы по discovery или по smart start, you're welcome обратиться к engagement. Их общий mail на всю команду, вот он представлен на экране. Резервы. если мы говорим про процесс оценок, то помимо оценок, которые у нас выносятся на активности связанные, которые необходимо выполнить во время проекта, точно так же оцениваются и риски, которые на проекте используются. Так и риски, которые на проекте присутствуют. Так вот, существует два типа резервов, которые мы оцениваем и учитываем в наших оценках. В первую очередь, это contingency резерв, который добавляется на те риски, которые нам известны. Мы знаем, что клиенту необходимо будет провести интеграцию с системой, которая нам вообще непонятна. Мы это выносим как риск интеграции. Мы знаем, что у клиента нет, например, в окружении для тестирования, для deployment of production и так далее. И есть риск того, что они не предоставят это окружение вовремя либо не предоставят доступ. Мы это выносим как риск и этот риск оценивается. Как правило, для помимо contingency резерва, как правило, есть еще второй резерв, который зовется менеджмент. Этот резерв, он находится не в нашей власти как вендора. Этот резерв, который должен находиться на стороне клиента. И мы как эксперты в области software инжиниринга при оценке любого проекта также коммуницируем клиента, какой дополнительный бюджет либо же в дополнение к нему время необходимо на стороне клиента иметь, чтобы реагировать правильно на те вещи, которые мы на текущий момент не видим, не знаем и не понимаем. Есть область неопределенности, которая на момент инициации планирования проекта оценена быть не может, но тем не менее предполагается, что какие-то изменения действительно могут возникать. Поэтому мы говорим, что для такого типа проектов, такой сложности, исходя из нашего опыта, уважаемый клиент, пожалуйста, возьми на своей стороне и зааллицирующей 10% от общего бюджета, который возможно нам понадобится, а возможно и нет в случае непредвиденных обстоятельств. Вот эти оценки 10, 5, 10, 15% вновь-таки зависят от сложности системы, от доменной области, от наших экспертных знаний и должны накапливаться в некую историческую базу. Если вы обратитесь к нашим архитекторам, они вам конкретные цифры для конкретного проекта помогут вычислить. То есть contingency reserve находится в управлении нашим субсервам, менеджмент reserve находится в управлении заказчика. Те же вещи, которые у нас используются в качестве типичных коэффициентов, те вещи, о которых мы знаем, их точно также необходимо в оценках учитывать. Примеры я уже приводил. Если мы используем, например, скрам и его практики, как то планирование, спринт-ревью или демо, ретроспективы, да или стендапы, в среднем это занимает плюс 15% времени у команды. Если мы используем подход, когда у нас на момент демо в бэклоге находится zero defects, то есть мы все дефекты закрываем в течение спринта, подобный improvement с точки зрения quality, он обходится к команде еще в 10%. Если мы говорим про работу с technical depth, как правило, наши архитекторы рекомендуют иметь один спринт после трех месяцев девелопмента на то, чтобы закрыть technical depth, сделать requirement, стабилизировать продукт, устранить дефекты, при стабилизейшн еще плюс 12%. Не забываем, что в принципе все программисты, как правило, все программисты оптимисты, и я могу оценить задачу, но при этом я забуду, что я еще иногда пью кофе, хожу на обед, возможно, я курю, читаю новости, поэтому наверняка еще на оценки разработчиков необходимо положить сверху некий риск-буфер, но в таки зависит от конкретного эксперта, и ваша задача спросить у эксперта, что же он туда закладывал, либо самому подумать, что же я в эти свои оценки заложу. Есть такое понятие, как sprint 0, либо project trump up, это некий период, когда мы сетапим инфраструктуру, когда мы нарезаем доступ, получаем права на работу с репозиториями, вот это время точно так же важно не забыть, если вы бюджетируете и планируете проект в целом. Это то время, пока команда не сможет нормально перфомить, но при этом оно в любом случае у вас будет присутствовать. Если проект сложный по коммуникациям, на коммуникацию мы накладываем дополнительно overhead, сложный с точки зрения менеджмент, добавляем менеджмент overhead. Ниже разбивочка, которую можете посмотреть типичная для параметрика оценок на бакфиксинг, код-ревью, юнит-тесты, manual QC вновь таким очень сильно может разниться. Но идея заключается в том, что окей, вы сделали оценку на сложность разработки, но мы все люди, мы все можем допускать ошибки, будут появляться дефекты, мы должны положить некий период времени и некий доллары в бюджет на то, чтобы эти дефекты исправить. Заказчику негоже отдавать программу, которая все время глючит и падает на полдороги. Вновь-таки используем юнит-тесты для импровмента по квалити. Написание юнит-тестов дополнительно требует некого времени. И вот эти все параметры, они учитываются после того, как оценки по WBS будут сделаны. Поэтому по сравнению с теми оценками, которые делает разработчик, эфорты на весь проект, они могут отличаться в два, в два с половиной, а то и в три раза. Это не должно быть для вас сюрпризом. Это нормальная штука. Важно понимать, откуда эти цифры берутся. Вновь-таки по тем ссылкам, которые в презентации присутствуют, есть детальное описание всех этих параметров. Если вы будете выступать в качестве экспертов, либо оценивать независимые проекты, важно подумать, что в ваш проект, какие активности дополнительные помимо самой разработки тестирования будут входить и эти активности правильного участия. И небольшой еще нюанс по планированию бюджета, по планированию календарного графика. Есть негласное правило для проектов, у которых длительность менее три месяца. мы резервы добавляем обязательно как в бюджет, так и в длительность проекта. Почему так? Поскольку на вот такие короткие проекты, если мы добавляем новые ресурсы, новых инженеров для выполнения работ, как правило, рампап такого добавления он длительный и не даст видимого эффекта. При сжатых сроках подобные маневры они мало дадут с точки зрения финального результата либо перформанса команды в целом. Поэтому резервы добавляются как в бюджет, так и в календарь. Если же длительность проекта более трех месяцев, то в принципе можно попробовать обойтись исключительно резервами по бюджету. Что означает? Вася и Петя не справляются, мы взяли с рынка Вову, который пришел и помог им всем вместе сделать проект в срок. при этом бюджет действительно у нас вырос. И это был последний слайд. Я слушаю внимательно ваши вопросы. коллеги, на линии тишина я, к сожалению, не слышу вопросов. Если вдруг они появятся, то я с радостью на них отвечу в скайпе либо по почте, но в таки Женя вышлет мои контакты и в случае чего you are welcome за любой консультацией. Спасибо. Вопросов как таковых нету. Хотел добавить, что трехточечный стимейт могут использовать сами девелоперы для стимейта мелких тасок, что тоже увеличивает точность стимейта стимейта с учетом рисков. То есть команда в принципе тоже может это использовать и это проверенное право, о чем работает. Все данные методы можно использовать в оценках, при том на самом деле в стимации такая штука, которая не привязана действительно только к софтуо-енжинирингу. Безусловно, часть практика не заточены под разработку программного обеспечения, но даже когда вам необходимо оценить бюджет на поездку, время на то, чтобы доехать из пункта А в пункт Б, все эти подходы, которые не имеют завязки на конкретно софтвере и девелопинг практике, они более чем применимы. Когда планируем командировку или большое путешествие, мы разбиваем свою бюджет на декомпозицию, смотрим, сколько мы потратим в том или ином случае, какие у есть риски. Можно использовать не одну точку, можно использовать три и рассматривать оптимистик, пессимистик и скорее всего. То есть все эти подходы, они более чем применимы и в нашей повседневной жизни, поэтому действительно рекомендуется к использованию, поскольку в частности персоценки, они позволяют получать конечные результаты, а математически доказано на 80% более точные в сравнении с оценкой в одну точку. А 80% это очень высокая цифра. Спасибо за информацию. Всем спасибо и хорошего дня. Спасибо. . Спасибо. Спасибо.